Шаббат Шалом Друзья, для меня сегодня это прекрасное состояние быть вместе с вами и радоваться о Господе. Каждый шаббат я с трепетом ожидаю, особенно когда делюсь с вами словом, и поэтому сегодня для меня это такое особенное время. И Священное Писание, оно учит нас, чтобы мы с вами, верующие люди, не любили этого мира, ни того, что в мире. Какой же смысл в этих словах? В наше время, как и в другие времена, этот мир, он предлагает нам свои ценности. Мы не можем от них скрыться, потому что мы с вами пребываем в этом мире, мы живем в этом мире, мы соприкасаемся с этим миром. И порой, когда мы смотрим на эти ценности, на ценности этого мира, они могут нам показаться даже где-то красивыми, может быть, даже важными, а иногда даже жизненно необходимыми. Но если мы будем с вами смотреть на них своими духовными глазами, то мы поймем, что они, по сути, как фальшивые бриллианты. На вид очень красивые, но в действительности ничего не стоят. И мы же с вами пребываем в Божьем Царстве, хоть и живем мы с вами в этом мире. И поэтому должны принимать ценности Царства, в котором мы пребываем. И сегодня, как вы, наверное, поняли, я хочу говорить о ценностях Божьего Царства. Если быть более точным, то об одной из ее ценностей. И если вы помните, то в начале этого года я проповедовал уже на эту тему, но затрагивал более ее вероучительную сторону. Больше с этой стороны смотрел. Сейчас же я хочу более говорить об одной из ее практических сторон. Я не буду больше держать интригу. Сегодня я хочу говорить с вами на тему жертвенности. Почему же я вновь возвращаюсь к этому вопросу? Цель жизни каждого христианина, каждого человека, которого коснулся Дух Святой, который принял Ишуа как своего Господа и Спасителя, целью такого человека является преображение в образ своего Господа и Спасителя. Причем это преображение путем длиною в жизнь. И это преображение должно выражаться тем, что мы уже живем не для себя. Мы живем для блага других людей, стараясь распространять Евангелие Царства, стараясь участвовать в нужных людей. И когда мы с вами смотрим на Машеха, то именно жертвенное служение, его жертвенное служение, этого Божьего Агнца, который взял на себя грех этого мира, оно вдохновляет нас. И это служение вдохновляет нас идти по его следам и так же самое жить жертвенной жизнью. Раф Шауль, понимая это, он написал слова, которые, по моему мнению, я думаю, должны стать девизом и образом жизни каждого спасенного человека. Это послание к римлянам, 12 глава, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Прекрасные слова, прекрасные слова апостола Павла, который, как никто другой, понимал слова Танаха, когда в книге Левит описывались жертвы, и он передает это нам, верующим Брит Хадаша. Но, будучи людьми, друзья, мы с вами по-любому нуждаемся в постоянном напоминании себе, не побоюсь сказать этого слова, напоминание вот этой фундаментальной истины у нашей жертвенной жизни. Но еще больше мы нуждаемся в ее исполнении. Потому что если мы не будем исполнять то, что Священное Писание, то, что Дух Святой нам говорит, то, как говорил апостол Яков в своем послании, в первой главе мы будем обманывать самих себя. И тот же Яков, он дает рецепт, как быть исполнителем Божьего Слова. Я процитирую это Якова, первая глава, 25 стих. «Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот будучи не слышателем забывчивым, но исполнителем дела блажен будет в своем действовании». И сегодня, друзья, для того, чтобы исполнить наши с вами предназначения в жизни, а именно стать этой жертвой живой, жертвой святой, приятной для Богу, чтобы разумно совершить наше служение, мы с вами будем продолжать вникать в ценность жертвенности. А значение слова «вникать» значит заглядывать, всматриваться, проникать. Поэтому давайте мы с вами помолимся и попросим Руаха Кодес, чтобы он нам помог действительно проникнуть, заглянуть глубже, что же такое жертвенность и как мы можем это применить в наших с вами жизнях. Авинуша Бешимая, Отец Небесный, Боже, мы благодарим Тебя за эту возможность быть в Твоем присутствии. Мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас. Свою любовь Ты доказал нам, отдав Сына Своего, Ишуа, Мессию, за нас, в жертву, за наши грехи, чтобы мы не погибли, но имели вечную жизнь, Господи. И мы понимаем, что этот путь, Боже, наше спасение, которое мы обрели благодаря Тебе, Мои Шех, нам надо совершить, пройдя определенный путь, Господи. Мы понимаем, что есть определенные ценности, которые, Боже, через Священное Писание Ты хочешь вложить в нас, чтобы мы эти ценности пронесли в себе, умножили и передали другим людям. Дух Святой, мы просим Тебя, чтобы Ты нам помог сегодня заглянуть вот так вот, проникнуть еще глубже в познание жертвенности и применять это в своей жизни. Мы просим Тебя об этом. Амин. Давайте, друзья, мы возогреем наши знания о жертвенности. Итак, я думаю, что все мы с вами, рожденные свыше люди, и прекрасно понимаем, что наша жизнь, она строится на жертве Ишуа Мессии. Эта жертва, она вмещает в себя все жертвы, которые мы видим описаны в Священном Писании. И это да и аминь. Но жертва Ишуа, она не освобождает нас с вами от того, чтобы мы приносили жертвы Богу. Только сейчас, в это время, время Бритха Даша, эти жертвы уже не такие, как в Ветхом Завете, это жертвы духовные. И ключевым фактором при приношении этих жертв является не что иное, как наша с вами вера. Эта вера выражает признание моей зависимости от Бога. Нам очень важно понимать также, когда мы говорим о жертве, что жертва, она всегда связана с неким видимым, материальным или, может быть, временным убытком для приносящего ее человека. Поэтому смело можно утверждать, что жертва – это та цена, которую мы с вами готовы платить, чтобы приблизиться к Богу. Священное Писание показывает нам, что не все жертвы Бог принимает. А если быть более точным, и мы с вами об этом уже говорили, что Бог принимает не каждого человека, приносящего жертвы. Это происходит потому, что для Бога важна не жертва сама, для Бога важно человеческое сердце. Поэтому для нас с вами, верующих в Бога, верующих в Ишуа Машееха, нам надо следить за своими сердцами, размышляя, а является ли моя жизнь действительно этой жертвой живой. Нам надо размышлять, а действительно ли то, что я приношу Богу, – это жертва? Действительно ли она святая? Действительно ли она приятная Богу? И эти вопросы, которые мы должны с вами задавать самому себе. Также Писание нам показывает в Танахе, что жертвы бывают обязательными и добровольными. В Брит Хадаша этот принцип, он остался без изменения. Есть жертвы, которые нам жизненно необходимы для того, чтобы иметь эти или пребывать в этих заветных отношениях с Творцом. И есть жертвы, которые являются полезными в нашем с вами хождении перед Богом. Отлично. Теперь я уверен, что мы можем смело двигаться вперед и уверен, что вникнуть в еще одну из практических сторон жертвенности нам будет гораздо проще, когда мы имеем вот эти фундаментальные понимания о жертве и жертв, связанные с жертвенностью. Но прежде чем перейти к рассмотрению нашей с вами темы, друзья, хочу направить нас по пути библейского мировоззрения. Почему хочу это сделать? Да потому что мы с вами живем в мире, в котором господствует, по сути, греческое мировоззрение. И оно, к сожалению, это мировоззрение, оно может, и я скажу больше, что оно даже влияет где-то на умы детей Божьих. И это мировоззрение, оно пытается увести нас в сторону, в сторону дуализма в большей степени. А дуализм, он разделяет этот мир на ее духовную и материальную составляющую. При этом он говорит, что все материальное – это не хорошо, хорошо только духовное. Но чему нас учит с вами Божье Слово? Оно учит нас тому, что, несмотря на существование материального и духовного мира, нельзя нам с вами производить деление на духовную и материальные части. Эти части являются одним целым человеческого бытия. И я процитирую вам слова Равшауля, это Римлянам 7 глава 14 стих, он говорит, «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, плотян, продан греху». Павел своими словами, он подтверждает существование этих двух составляющих. Но тот же Равшауль, он призывает нас представить наши жизни, то есть нашего всего человека, материального, духовного, нашего человека в жертву. А жертва подразумевает некое духовное состояние, духовное действие. Апостол Петр в своем послании говорит следующее, подтверждая эту идею, слова Павла и всю концепцию Писания, говорит, 2 глава 5 стих, «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Ишуа Мессии». Петр призывает нас с вами строить духовный дом. Но где этот духовный дом? Это дом в материальном или физическом теле. Теперь давайте перейдем к рассмотрению практической стороны жертвенности. Как вы знаете, у нас в общине не говорят слова о пожертвовании на каждом собрании. Поэтому я хочу рассмотреть жертвенность в ее практическом проявлении в сфере финансов. И Библия достаточно много внимания уделяет именно этому вопросу, вопросу финансов и материальной собственности. В одном из источников, это одна американская христианская ассоциация, я прочитал, что 2350 мест в Священном Писании связаны с финансами, собственностью и имуществом. И я уверен, что многие из нас, сидящих в этом зале, просмотрели достаточное количество семинаров или участвовали в этих семинарах, которые подтверждают, что Бог очень много внимания уделяет этому вопросу. Но его основной целью является нераспределение финансов. Основной целью Бога не является даже желание научить нас с вами правильно этими финансами распоряжаться. Его ключевое желание научить нас правильно к ним относиться. А это наше отношение к финансам, оно проверяется как раз в сфере нашей жертвенности. И ярким примером того, что для Бога важна эта сфера нашей жизни, является история, хорошо нам известная история, которая описана в Евангелии от Луки. Евангелие от Луки, 21 глава, прочитаю с 1 по 4 стих. Взглянув же, он, говорится о Ишуа, он увидел богатых, клавших дары своих в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты. И сказал, истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила. «Ибо все от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Прекрасный текст. Мы видим, что Господь Ишуа, он наблюдал, как люди жертвовали. Для него было очень важно увидеть, как они это делают. При этом для него не был важен размер пожертвования. Для него было важно состояние человеческого сердца. Это важно и для нас в наше время. Ишуа, так же, как и тогда, он смотрит на нас и смотрит на наши с вами сердца, насколько они открыты. И сегодня стоит вопрос к нам, готовы ли мы, понимая, что мы принадлежим всецело ему, потому что он купил нас для себя драгоценную цену своей крови, готовы ли мы сегодня быть открытыми к финансовому пожертвованию? И я говорю именно о пожертвовании, друзья, потому что сегодня христиане почему-то думают, что десятина, она вмещает в себя все финансовые жертвы. И где-то там, далеко, в далекой Африке, конечно же, не у нас, у нас этого нету, когда призывают по пожертвованию, то люди что берут дело? Они берут из десятины часть и отдают, жертвуя на что-то. Но десятина, друзья, это не есть жертва. Десятина – это то, что принадлежит Господу. Левитам 27 глава 30 стих. «И всякая десятина на земле, из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня». И для чего же эта святыня нужна? Мы видим, что это часть, которая Его. И когда мы отдаем эту десятину Богу, то мы отдаем то, что принадлежит Ему. Тем самым, проявляя нашу верность. Но десятина – это не является жертвой. Для чего же нужна эта святыня? И нужна ли вообще десятина Богу? Друзья, нет. Все принадлежит Ему. Он – Владыка Вселенной. Но десятина является частью, которая как в времена Танаха, так и сейчас обеспечивает постоянную нужду служения. А это служение необходимо Богу. Деяние, 17 глава, 24-25 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, в нерукотворных храмах живет. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все». Бог ни в чем не нуждается. Десятины, которые мы отдаем Богу, обеспечивают служение, которое необходимо по сути не Богу, а Божьему народу, то есть нам с вами. Сам Мишо Хамашия говорил, что когда он шел по Иерусалиму, и люди кричали «Асана! Слава Вышних! Аллилуйя!» Он говорил, что если вы замолчите, то камни вас запьют. Камни воззапьют. Для служения Богу, если надо будет, воззапьют камни. Когда же мы говорим о финансовом поджертвовании, то нам необходимо понимать с вами, друзья, что, во-первых, это не десятина. А во-вторых, это наша с вами возможность проявить жертвенность на какую-то нужду, в которой мы на данный момент видим необходимость. И мы видим в Писании много очень примеров ответа Божьего народа, народа Израиля, на определенную нужду, которая была связана с постоянной работой Мишкана или храма. Одна из таких историй, она описана в книге Ездры, когда народ отправился из Вавилонского пленения вместе с Ездрой восстанавливать второй храм. Ездра, 8 глава, 24-28 стих. «И я отделил из начальствующих на священниками двенадцать человек, Жеревию, Хашафию, и с ним десять из братьев их, и отдал им весом серебро, и золото, и засуды, все пожертвованное для дома Бога нашего, что пожертвовали царь и советники его, и князья его, и все израильтяне там находившиеся, и отдал на руки им весом серебра шестьсот пятьдесят талантов, и серебряных сосудов на сто талантов, золото сто талантов, и час золотых двадцать в тысячу драхм, и два сосуда из лучшей блестящей меди, ценимой как золото. «И сказал я им, вы, святыня Господу, и сосуды святыни, и серебро, и золото, доброохотное даяние Господу Богу отцов ваших». Этот текст показывает, что пожертвование народа – это не была часть десятины, а было доброохотное, то есть добровольное даяние. Поэтому это даяние можно назвать жертвой. И если мы с вами понимаем, что такая жертва, она выражает наше открытое, ищущее похвалы от Бога сердце, то смело можем ожидать ободрения от Всевышнего. Потому что Брит Хадыша во 2 Коринфе 9 главе 7 стихе говорит, «Ибо доброохотно дающего любит Бог». Амэн? Я думаю, мы можем сказать «амэн» на эти слова. Как же мы жертвуем сегодня, друзья? Это вопрос к нам. Как я уже сказал, у нас в общине нет систематического слова о пожертвовании. Но у нас есть определенные наши обязательства, которые мы взяли на себя. Например, это помощь дочерней нашей общине города Хмельницкого. Как мы жертвуем туда? Или как мы жертвуем на строительство нашей синагоги, которая активно проходит в это время? Это вопросы, которые должны мы задать к нашему с вами сердцу. В Тавнахе мы не видим, чтобы Бог давал такие четкие повеления, как человек должен жертвовать финансы. Но в Брит Хадыша Равшууль показывает определенный принцип, который мы с вами можем использовать. 1 Коринфянам 16 глава 1-2 стих. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Павел показывает принцип мудрости для жертвенного сердца. «Если я представил свою жизнь, если все свое естество я представил в жертву живую, святую, благоугодную для моего служения, то это означает, что для меня не надо вдохновительного слова проповедника каждую неделю, чтобы он вдохновил меня на жертвенность, чтобы он мотивировал меня к этой жертвенности. Мне надо решение быть жертвенным в своих финансах и мудрость в их распределении». Поэтому слова Павла можно понимать так. В нашем бюджете должна быть часть финансовое пожертвование. И я поделюсь вам своим опытом. «Когда мой сын вырос и начал уже хотя бы немножко понимать цену деньга, мы начали учить его отлагать десятину. С тех денег, которые ему дарили, с тех денег, которые ему мы давали, те деньги, которые он зарабатывал, которые опять-таки мы ему давали, с которых мы уже десятину отдали, он по-любому учился откладывать десятину. Но с этого года мы начали учить его откладывать финансы на пожертвование. И мы объяснили ему, что доброе сердце человека, оно, видя человеческую нужду, или какую бы ни было нужду, оно откликается на это. Но гораздо лучше, когда ты подготовленный к такой ситуации. Поэтому мы с ним сделали такой конверт, написали на нем пожертвование, и он сейчас откладывает сверх десятины. И у него есть цель, он говорит, я хочу купить кому-то, ребенку какому-то подарок на детский дом, на Рождество. В прошлом году просто происходила такая акция, он где-то об этом увидел, и у него появилось такое желание. И мы его в этом желании поддерживаем. Я хочу сказать, друзья, что я не хвалюсь, говоря, что я такой правильный. Все, я хвалюсь Господом, который заплатил за меня цену своей жизни, и вложил, и продолжает влагать, потому что последний год Бог как-то особенно работает с моим сердцем, именно показывая ценности Божьего Царства, чтобы он это сделал, чтобы я этому сам научился, но еще и передал эти знания или этот опыт своему сыну и своим детям. И эту же ответственность имеет, друзья, каждый из нас. Мы должны то, что мы получаем от Бога, исполнить, как я говорил в начале проповеди, но также наша с вами ответственность передать эту ценность, ценность жертвенного сердца, ценность жертвенности передать нашим родным, нашим близким, нашим детям, потому что если мы думаем, что люди вокруг нас, они не видят определенных вещей, мы глубоко заблуждаемся. Если мы думаем, что наши дети будут делать то, чему мы их учим, то мы тоже глубоко заблуждаемся. Дети делают то, что они видят, и нам надо своим примером, своими действиями вдохновить наших детей поступать по Божьему промыслу, по Божьим заповедям. И самое малое, или я скажу, может быть, даже самое легкое или простое, что мы с вами можем сделать для Бога, это выражать нашу жертвенность нашими финансами. Священное Писание показывает нам еще один принцип. Это послание Галатам, 6 глава, 7-8 стих. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Это закон сеяния и жатвы. И я уверен, что мы понимаем, что нам с вами необходимо сеять в свой дух. Что мы сеем в себя? Жертвуем ли мы сегодня наше время, время для личного общения с Богом? Есть ли у нас в течение недели время уединения с Ним для размышления о своих путях, вообще о своей жизни, о своем служении? Находим ли мы возможность в этом суетном мире для того, чтобы изучать? Я не говорю о том, чтобы просто читать, а чтобы изучать действительно и размышлять на Священном Писании. Постимся ли мы, потому что хотим еще более близких и тесных взаимоотношений с Богом? Эти вопросы связаны с тем, что я в себя сею. И если связать наши вышеперечисленные духовные действия с жертвенностью, то это можно назвать частью добровольных жертв, которые должны присутствовать в жизни каждого рожденного свыше человека. Но также есть еще один вопрос. Сеем ли мы финансы в нашего духовного человека? Хочу коснуться этой сферы нашей жизни. Царь Соломон в книге-притче написал очень важные для нас с вами слова. Притча, 19 глава, 8 стих. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. И если мы с вами, друзья, вспомним ключевой стих, на который мы опираемся, который лежит в основании нашей с вами жертвенности, то увидим, что у нашей жертвенности по сути есть цели. Я процитирую еще раз. Я готов говорить и цитировать этот текст много и много, чтобы он просто проник внутрь нашего естества. Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Жертвенная жизнь нужна нам с вами, чтобы познать, что есть воля Божья, познать волю Бога и потом, познав эту волю, исполнить ее в своей жизни. Но познать волю Бога мы можем только лишь, как говорит Равшауль, при условии обновления нашего ума. Поэтому Дух Святой учит нас словами, устами Соломона тому, чтобы мы приобретали, то есть покупали разум. И в толковом словаре Ефремовой значение этого слова покупать, приобретать, это значит приобрести что-либо за деньги. То есть, друзья, если мы любим свою душу, то нам надо приобрести разум. И очень часто я скажу вам, что его приобретение связано с деньгами. Конечно же, в народе есть поговорка, что ум за деньги не купишь. Но я скажу, что вложение в своего духовного человека это очень хорошая инвестиция, которая принесет очень хорошие дивиденды, но которая порой стоит денег. Поэтому в нашем духовном формировании большую роль играют и наши с вами финансовые вложения. Когда стоит вопрос, поехать на ретрит или нет, то это вопрос, готов ли я приобретать разум. Потому что мне надо потратить порой деньги на дорогу. Мне надо несколько дней не работать, брать отгулы, а это уменьшает мою зарплату. И мне надо заплатить за сам ретрит. Неужели это не связано с финансовой стороной нашей с вами жертвенной жизни? Купить хорошую книгу тоже стоит денег. Потому что я скажу, что хорошая книга стоит достаточно дорого. У меня есть несколько книг, которые стоят более тысячи гривен, на которые я собирал деньги, чтобы купить, потому что я хотел ее приобрести. Обучение семинария. Если вы хотите пойти обучаться в семинарию, то вам также необходимо это обучение будет оплачивать. Но если я представил свою жизнь в жертву Богу, то я буду приобретать разум. В том числе и за деньги. Почему я буду это делать? Потому что я хочу познать волю Бога. и потому что я стремлюсь эту волю потом исполнить. Поэтому, друзья, заканчивая свою проповедь, я хочу еще и еще призвать нас с вами к жертвенному служению. Чтобы мы всегда были готовы платить цену, чтобы еще ближе приблизиться к Богу. Чтобы мы с открытым сердцем это делали. Чтобы наша рука не дрожала, когда мы это делали, но мы всегда с радостью жертвовали, открывали свои сердца и платили цену, чтобы приблизиться к своему спасителю. Чтобы всю нашу жизнь, которую нельзя делить на духовную и материальную части, мы представили в живую жертву Всевышнему. Чтобы все наше естество, в том числе и наши с вами финансы служили для созидания Божьего Царства. А я скажу вам, что мы с вами посажены здесь в общине Орхомашеях, призваны созидать Божье Царство в общине Орхомашеях, вкладывая свое сердце и свои финансы, чтобы Царство Божие оно распространялось. Чтобы мы созидали своего внутреннего человека, преображаясь в образ нашего Господа. Чтобы мы смотрели на Него, видя Его жертвенное служение, видя Его вот это желание, открытое желание открытости к людям, к нуждам людей. Чтобы мы имели такое же самое состояние, чтобы мы всегда помнили, что мы призваны для того, чтобы не со страхом и трепетом совершить свое спасение, но чтобы совершая это спасение в таком состоянии, в состоянии страха и трепета, мы жили для блага других людей, распространяя Его Царство. Проповедуя Евангелие Царство Ишуа Мессии. И сегодня, друзья, я хочу в конце своей проповеди молиться вместе с вами, чтобы у нас были действительно жертвенные сердца. Жертвенные сердца, которые видят нужду и открыты к тому, чтобы ее покрыть. Чтобы мы имели мудрость в обращении с нашими финансами, чтобы у нас всегда было с чего дать нуждающемуся, с чего помочь в какой-либо нужде. Давайте мы закроем наши глаза и помолимся, ожидая того, что Дух Святой, Он будет слова Писания открывать, раскрывать в наших сердцах, чтобы мы потом могли это исполнить. Авинуши Башимая, Небесный Отец, Святый, мы благодарим Тебя за Твою жертву, Машеях, за то, что Ты есть жертва, тот Агнец, который был предназначен еще от сотворения мира, чтобы заплатить цену за наши грехи. Боже, мы увидели тот путь, который Ты прошел до Голгофы, и мы вдохновляемся от этого. Господи, мы хотим быть похожи на Тебя. Мы действительно этого хотим. Каждый рожденный свыше человек, я уверен, что этого хочет, Господи. И мы просим Тебя, открывай нам Боже свое сердце, открывай нам свое Писание, дай нам глубже заглядывать в Писание, чтобы видеть эту ценность жертвенности, которую Ты ожидаешь от нас. Я прошу Тебя, чтобы действительно каждый из нас представил свою жизнь в жертву святую, благоугодную для разумного служения нашего, чтобы эта жертва была живая, чтобы мы были живы, Господь, в Тебе. Отец, я прошу Тебя, чтобы мы были жертвенными и были всегда, Господи, открыты к тому, чтобы жертвовать даже наши финансы. Боже, это та малая часть, которую мы можем посвятить Тебе в наших духовных жертвах. Мы просим благослови нас при всем этом иметь правильное сердце, чтобы мы были действительно доброохотно дающими, потому что Слово Твое говорит, что Ты таковых любишь. И мы благословляем имя Твое. Мы благодарим Тебя за то, что у нас есть возможность работать. Мы благодарим Тебя за то, что у нас есть возможность жертвовать. Мы благодарим Тебя за все, что мы имеем. И даже в малом, если у нас это мало, мы будем верны Тебе. Благословенное имя Твое. Бешемишу амашихейну. Амин. Аминь. 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 Продолжение следует...